Возле Ореховой Сопки в дорожное происшествие попали две машины, в которых ехали в общей сложности трое детей. Со медицинской помощью для своего ребенка обратилась лишь одна из матерей, женщина которой управляла Ниссаном Ноут. Трехлетний мальчик был в детском кресле, но все же во время ДТП ударился головой. На месте врачи скорой помощи диагностировали у ребенка ушиб и увезли пострадавшего во вторую краевую больницу, чтобы проверить, не получил ли он сотрясение мозга. Во второй машине, Тойоте Плац, вместе со взрослыми ехал ровесник пострадавшего и 13-летняя девочка. Оба остались невредимы. Столкновение двух машин произошло после того, как женщина, сидевшая за рулем Тойоты, выехала на полосу встречного движения. Плац ехал по дороге восток в направлении Воронежского шоссе. По невыясненной причине 46-летняя дама правым колесом съехала на обочину и продолжала так двигаться как минимум 6 метров, пока иномарка не врезалась в металлическую ограду. Она ударилась о подбойник. Ее, видать, повело, как она и говорит, что ее повело влево, а она ударилась и ее как-то вынесло на встречную полосу каким-то образом. Плац бросила к противоположной обочине, где произошло столкновение со встречной машиной. Ноут врезался в правый борт седана, после этого Тойота оказалась за пределами проезжей части и задела указатель. На нем дорожная служба напоминала участникам движения о трехзначном номере телефона спасения. Именно по нему для пострадавшего ребенка и вызвали неотложку. А о том, что мальчик не получил опасных травм, женщина узнала по сотовому от врачей стационара. Создавшейся аварийной ситуации автоинспекторы признали виновной женщину, которая вела Тойоту Плац, как не справившуюся с управлением. Обе автолюбительницы были совершенно трезвы. С места происшествия Виталина Кондрахина, Михаил Сергеев и Андрей Кадычин. Субтитры создавал DimaTorzok